Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Весь этот мир. Что если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха, и ни один лучик солнца не согреет твоего лица, а соседский мальчишка никогда не поцелует тебя? Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной 18-летней девушке с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, которая не позволит этому помешать им. Семька Аддамс. Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капельяда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь, семейка Аддамс. Анастейша Стилл скромная студентка, живущая вместе с близкой подругой сокурсницей Кейт. За неделю до выпускного в университете Анастейша, по просьбе заболевшей Кейт заменить ее, берет интервью у молодого красавца-миллиардера Кристиана Грея. Интервью складывается не очень удачно, и Анастейша не думает, что они когда-либо встретятся вновь. Неожиданно Грей появляется в хозяйственном магазине, где девушка работает продавцом. Их знакомство продолжается, и Анастейша постепенно узнает о тайных сексуальных увлечениях богача. Как женить хвостикам? Закоренелый хвостяк Фрэнк и коварные соблазнительные царинцы приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе. В самолете, в такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и, наконец, женить хвостикам. Титаник, 1997 года. Молодые влюбленные Джек и Роза находят друг друга в первом и последнем плавании непотопляемого Титаника. Они не могли знать, что шикарный лайнер столкнется с айсбергом в холодных водах Северной Атлантики, и их страстная любовь превратится в схватку с смертью. Любник моей жены. Дэниел очень любит свою жену и наслаждается семейным уютом. Но все рожится в один прекрасный день, когда лучший друг Патрик настаивает на парню с женой, на который приводит свою новую девушку. Эмма оказывается молодой красавицей и сразу покоряет нашего героя. И вот он уже не видит перед собой ни друга, ни обеденного стола, не слышит разговор и полностью окунается в мир собственных фантазий, где видит только ее карие глаза, соблазнительную улыбку и плавные волнующие изгибы. Счастливые давщины. Что случается с отношениями, когда проходят первые впечатления от партнера и заканчивается конфетно-букетный период? Начинается самое интересное. Постоянные ссоры, недомолвки и самое главное – необходимость принятия серьезного решения. Стоит ли продолжать отношения или лучше совсем покончить? Кодекс сводника. Бывший футболист Е, которому пришлось уйти из профессионального спорта из-за травмы, помогает девушкам привлечь внимание парней, о которых те мечтают. И все его правила из кодекса сводника не дают сбоев, пока к нему за помощью не обращается Блейк. Королева сердец. Анна – успешный юрист, идеальная жена и заботливая мать. Однажды в дом приезжает Густав, сын мужа от первого брака. Между Анной и Густавом вспыхивается вредная страсть. Искушение становится наваждением. Ничто уже не будет прежним. После. Случайная встреча перевернула их привычный мир. Она – прилежная студентка и образцовая дочь. А он – притягательный бунтарь с непростым прошлым. Живя в параллельных вселенных, они бы вряд ли даже взглянули друг на друга. Однако этому знакомству суждено разделить жизнь влюбленных на до и после. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok